Тензор В этом фильме мы не будем касаться техники тензорного исчисления, а рассмотрим один конкретный 36-компонентный тензор энергии импульса, момента импульса и установим его связь с постановкой задачи о получении энергии. При этом нам придется показать его явно не галилеевский характер. Совокупность компонент тензора отражает многопараметрические динамические законы, застывшие проявления которых мы видим повсюду. Камень Камень «Импрессионистский дневник погоды, накопленный миллионами лихоретий. Но он не только прошлое, он и будущее. В нем есть периодичность. Он Алладинова лампа, проницающая геологический сумрак будущих времен». Так описал скрытую динамику Осип Мандельштам. Мы будем пользоваться и другими его точно найденными формулировками, ибо он сам считал, что для него литературные темы и образцы служат лишь наглядными примерами. Обилие современных технологий, неизбежно возбуждающих скрытые динамические структуры, не всегда безопасные, требует их расшифровки адекватными внутренними средствами. Тензорный многопараметрический закон описывает скрытую динамику, хотя и локально, но внешними средствами. То есть, как мы покажем, он не предостерегает от скрытых за ним динамических структур. Мы описываем как раз то, чего нельзя описать, то есть остановленный текст природы, и разучились описывать то единственное, что по структуре своей поддается поэтическому изображению, то есть порывы, намерения и амплитудное колебание. Принцип относительности Галилея требует, чтобы все законы динамики были иновариантны относительно преобразований группы Галилея. Между тем, сама механика Ньютона, не пропущенная через принцип Галилея, содержит в скрытой форме целый ряд галилеевских неинвариантных динамических структур. Первой такой ключевой динамической структурой является галилеевский неинвариантный кубический закон сохранения. Итак, мы приступаем к построению экспериментально проверяемого во всех деталях метода, который будем называть натуральным. Скалярное произведение законов сохранения импульса и момента импульса порождает, вообще говоря, отлично от нуля кубический закон сохранения. Однако преобразование Галилея обращает интеграл в нуль. Изменим порядок операций. Сначала применим к законам сохранения преобразования Галилея, а затем перемноженных. Результат отличен от нуля. Мы показали, что две операции, умножение и галилеевское преобразование законов сохранения, не коммутируют. Это означает, что соединение логики умножения законов сохранения и логики принципа Галилея позволяет выйти за пределы гипотетического принципа Галилея, получить закон сохранения механики Ньютона, не являющийся инвариантным по отношению к преобразованию Галилея и органически связанной с ньютоновской постановкой задачи о движении двух материальных точек с начальными условиями общего положения в поле центральных сил. Этот натуральный закон сохранения участвует в расшифровке многих динамических структур, как поверхностных, так и внутренних. Почему устойчива коническая форма течения пограничного слоя? Этот факт плохо интерпретируется в рамках классической теории турбулентности, согласно которой такая форма должна разрушаться и давать рождение трехмерной турбулентности. Сейчас мы расшифруем постоянство угла конуса. Мы придадим закону сохранения момента импульса явно не галилеевский вид с помощью полученного нами кубического закона сохранения. Вот его формулы. Они буквально означают постоянство проекций векторов V1 и V2 на ось конуса. Расшифровка тензорной внутренней структуры трехмерного турбулентного течения требует дальнейшего развития натурально-геометрического метода. Приступаем к выяснению многокомпонентности природы тензора. Прежде всего мы должны перевести на язык дифференциальной геометрии все содержание локальной постановки задачи Ньютона о движении двух материальных точек в центральном поле с начальными условиями общего положения. Эти вращения, волны плотности, лишь примеры остановленных динамических структур, которые точно интерпретируются в рамках полученного весьма информативного локального закона, занимающего несколько страниц разнообразного точного текста. Ни одной из его формул нельзя опустить без утраты контакта с экспериментом. Среди этих формул есть две пары формул полей, полей сдвигов и вращений. Каждое из мгновенных вращений, выраженных через кривизну и кручение траектории центра инерции частицы, является неустранимым подтекстом, сопровождающим каждую частицу. Мгновенные оси вращения несут информацию о магнитных и электрических явлениях. Можно показать, что если притяжение носит силовой характер, то отталкивание всегда тензорный. То, что стоит за понятием кулоновского отталкивания, является на самом деле высокоорганизованной динамической структурой, которая и требует расшифровки. Если отразить формулами еще один натуральный факт, факт конечной плотности частицы, то мы получим еще два мгновенных поля вращения, омега-1 и омега-2. Векторы V1 и V2 порождают поле напряжения сжатия. Таким образом, мы получаем вместе с показанными выше шесть полей натуральных напряжений сжатия, растяжения, сдвига, которые и являются экспериментально наблюдаемым содержанием тензора напряжений. Богатый материал для тестирования полученного метода, облекаемого в форму многокомпонентного тензора, представляет динамика взаимодействия капли ртути с натрием. Распад капли Слияние Внутренние волны, в том числе так называемые солитонные, ступенчатый механизм взаимодействия которых мы должны расшифровать. Добавляя к выявленным шести полям, наблюдаемое в эксперименте центральное притяжение между фрагментами масс, мы сможем описывать волны деформации. Они видны и на теле улитки. Возникает естественный вопрос. Как ведут себя волны деформации в теоретической модели столкновения двух частиц? Содержанием процесса взаимодействия являются быстропроводимые импульсы. Они порождаются тензорно описываемым движением малых масс. Проводимость импульса и приводит к росту щупалец улитки. На теле улитки хорошо различимы восходящие волны, которые, взаимодействуя с отраженными волнами, неразличимыми сейчас на экране, порождают высокоскоростной колебательный процесс малых масс. Тензорный внешний ответ, описывающий функционирование волн на уровне обмена импульсами между неразложимыми массами исходных двух частиц, задается не Галилеевской матрицей из 36 элементов, где символы n являются компонентами единичного вектора, параллельного радиусу вектору, соединяющему центры инерции частиц. На знакомой уже нам стеклянной модели моста видны столкновительные взаимодействия волн деформации. У полученного тензорного закона есть эквивалентная ему иерархическая волновая форма передачи импульсов, описывающая динамику волн плотности, на которой расслаиваются две исходные частицы. Передача импульсов осуществляется многотактным колебательным образом. Эта формула содержательно улавливает тонкую динамику волн плотности. В эксперименте реализуется только конечное число членов разложений этих геометрических прогрессий на каждом уровне иерархии масс. Тем самым экспериментальный процесс не дотягивает до удовлетворения закону сохранения энергии. В отличие от исходного тензора, который формально удовлетворяет ему. Сплющенные элементы воздуха в смерти реализуют быстрый ступенчатый перенос импульса из одного элемента воздуха в другой. Сначала происходит колебательное засасывание воздуха в бутылку. Если привести биологическую параллель, то это модель дендритного засасывания в нейронах. Затем происходит колебательное выталкивание воздуха из бутылки. Оно моделирует аксонное, выталкивающее поведение нейрона. Рабочая длина волны процесса много меньше длины волны исходной массы. При ступенчатом взаимодействии капли с поверхностью воды образуется черная дыра туннеля, идущего в глубину. В туннеле объемы воды взаимодействуют в солитонном режиме. А вторичные концентрические структуры взаимодействуют уже не в солитонном режиме. Как работает волновая форма тензорного закона? Столкновительное взаимодействие волн плотности при сжатии порождают туннели скоростной проводимости импульса. Это волны плотности. Именно такие волны плотности за обтекаемым конусом, на которые расслаиваются сжатые водой области пузырьков и порождают новый сверхпроводящий туннель. Если образец обтекается с тупого конца, то формируется тензорный пограничный слой. С точки зрения полученных натуральных законов динамика живого и динамика земных недр образуют единое целое. И всякое вторжение в эту единую динамическую систему может вызвать неулавливаемый с точки зрения тензорного анализа ответ, который может оказаться опасным, поэтому самым полезным ископаемым является сама многоступенчатая динамическая структура недр. Вторжение в нее буквально снижает иммунитет жизни на Земле. Это единое целое пронзает безостановочная формообразующая тяга, которой присуща обязательно тензорная многокомпонентность, обусловленная в частности кручением, волновая поперечность структуры. Воспроизводя необходимую архитектуру процесса, мы можем научиться возбуждать породившую ее некогда энергогенную динамическую структуру, ибо остановка есть разновидность накопленного движения. Тензорно-волновая динамика бифуркации воздушных шнуров моделирует реальную динамику развития щуполиц осьминога. Динамическая система, реализуемая его движением, возбуждает две шкалы — частот и масс рабочих солитонов, которые можно рассчитать натуральными методами. Искусство живой материи, в отличие от турбулентного течения, реализующего повышающий каскад частот, позволяет строить понижающий каскад частот, оголяя ненадолго жесткие слои энергетического подтекста. Здесь представлены фрагменты протонного насоса, молекулы бактериородопсина. Прежде чем коснуться его главного принципа, продемонстрируем ступенчато-солитонное взаимодействие, при котором сохраняется кручение, обвивание усиками стебля растения. А теперь перейдем к главному. Это модель действующего роторного двигателя. Перепад температур между воздухом и водой всего в 20 градусов Цельсия порождает низкочастотное коребание элементов масс пружины. Шаг пружины уменьшается при ее подогреве, перенося от периферии к центру постоянное кручение, так как пружина работает в тензорно-солитонном режиме. Также в смысле понижения частоты работает и протонный насос, молекула бактериородопсина. Кружки на щупальцах осьминога могут работать в солитонном режиме при деформации щупалец. Простор для расшифровки реальных структур с точки зрения натуральных законов и структур динамики не ограничен. Понимание закона сохранения энергии как 36-компонентного негалереевского тензора, имеющего эквивалентную форму, не полностью реализующуюся в реальных процессах, это и есть натуральный выход на постановку задачи о получении энергии и на структуру ее решения. Такой путь требовал и требует мышления пугливыми шагами, которыми и шла эволюция, в том числе и эволюция человеческой мысли. Однако сами пугливые шаги даются колоссальным внутренним напряжением, которое искажает наше лицо, взрывает его покой, нарушает его маску. Мышление, основанное на гипотетических принципах, таких как штамп универсальности принципа Галилея в динамике и штамп концепции силовой природы кулоновского отталкивания, не выдерживает проверки натуральным методом. Такое мышление закрывает доступ к естественной способности науки расшифровывать и конструировать тензорно-волновые структуры с широким диапазоном свойств, в частности энергогенных, ибо, как бы мы жгутом не закручивали концепцию, мы не выдавим из нее никакой формы, если она сама по себе уже не есть форма. КОНЕЦ КОНЕЦ